Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Еще одной армянской церкви в оккупированной Западной Армении грозит обрушение из-за мошенников. Мирная повестка, состоящая из пяти пунктов Азербайджана, на самом деле является предварительным условием Турции. Тиран Лукмагезян. Познакомимся с Западной Арменией, провинцией Амасия. В Малате Западной Армении стартовал фестиваль «Цветущий абрикос». На первом общественном пляже озера Сиван пройдет международный музыкальный фестиваль «Сиван». 27 марта отмечается Всемирный день театра. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Армянская церковь в городе Бурса, оккупированном турецком государстве, день от дня разрушается из-за небрежности. После образования Турецкой республики Армянская церковь в Бурсе была передана в частную собственность. Но долгие годы о ней не заботились. Церковь является мишенью воров, из-за чего ей грозит обрушение. Мэр Куртулоглу Ахмед Гедик сказал, что состояние церкви беспокоит жителей Бурсы, которые хотят, чтобы она была отремонтирована. Он подчеркнул, что владелец несколько раз пытался продать, но ему этого не удавалось. Глава района выразил надежду, что власти выкупят и отремонтируют храм. В эфире телеканала Western Armenia TV тюрколог Тиран Локмагезем проанализировал переговоры между Арменией и Турцией, отметив, что нет двух сторон, так как любой вопрос обсуждается с Азербайджаном. Говоря о встрече министров иностранных дел, Локмагезем подчеркнул, что она не носит официальный характер, так как Чавушоглу во время встречи был без галстука, а значит, встреча не являлась официальной, чего нельзя сказать о министре иностранных дел Республики Армения. Касаясь недавней агрессии, в Арцахе он сказал, что противник использует участие России в российско-украинской войне, а в Арцахе закрытие грозопровода предполагает тот же сценарий, как выселение армян из Нахачевани. Провинция Амасия в Западной Армении расположена в провинции Себастье, центр города Амасия. Амасия богата обильной водой и пышной растительностью. До 1915 года было 1200 населенных пунктов, 61 тысяча жителей, из них 28 тысяч армян. По словам Йоханеса Лепсуиса, в 1915 году все армяне были убиты турками. Род занятий – земледелие, животноводство. До 1915 года в Амасии был один армянский монастырь и 25 церквей. Второй фестиваль «Цветущий абрикос» под девизом «Жизнь расцветает» стартовал в Малате. Западная Армия неизвестна как мировая столица абрикосов. В своем выступительном слове губернатор Аид Баруш сказал, этот фестиваль также важен с точки зрения улучшения гастрономии Малатии. Надеюсь, что в ближайшие годы он станет гастрономическим фестивалем. Одной из целей – номинировать Малатию в качестве гастрономического региона в сети творческих городов ЮНЕСКО. В рамках фестиваля пройдут фотомарафон «Цветение абрикоса», концерты и конкурс блюд. 6 августа 2022 года на первом общественном пляже озера Сиван и 7 августа в городском фестивальном парке Сивана пройдет международный музыкальный фестиваль «Сиван». Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в Грузии. С 2018 года фестиваль стал международным. В нем приняли участие музыкальные коллективы из Франции, США, России, Грузии и других стран. Более подробная информация о фестивале доступна по ссылке на нашем официальном сайте. Идея празднования Всемирного дня театра была одобрена решением Международного института театра. Деятельность организации направлена на укрепление дружбы между народами, а также расширение сотрудничества между всеми театральными коллективами мира. Для любителей театрального искусства День театра – настоящий праздник, ведь именно в этот день проходят различные театральные фестивали и торжественные мероприятия в храмах культуры. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается рекламой. Наша работа направлена на сохранение и развитие связи между нашими соотечественниками и Родиной. На этом историческом этапе мы все обязаны поддержать наши национальные требования, чтобы вместе противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся и добиться установления наших справедливых прав, которые, к сожалению, игнорируются в современных международных отношениях. Наша борьба длится долго, но победа неизбежна. Западная Армения надеется на вашу активную поддержку на этом нелегком пути. Вместе мы сможем больше. Далее для вас армянская народная песня. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.